Когда Колину был всего один годик, с ним произошел ужасный несчастный случай, оставивший его парализованным и лишив надежды. Мать сразу же расплакалась, увидев, что сделала эта собака. Колин, очаровательный и здоровый годовалый малыш, был источником огромной радости для своей матери-одиночки Кэролин. В их маленьком мерке каждый момент вместе был сокровищем. Однако их счастливая семья вскоре пережила самый ужасный несчастный случай, который изменил их жизнь навсегда. Однажды утром, когда Кэролин была занята на кухне, готовя завтрак, она позволила Колину играть в гостиной, где могла присматривать за ним. Все было хорошо, пока занятая мама не вышла ненадолго, только чтобы вынести мусор. Ничего не должно было случиться, но когда она вернулась, ее ждала полная хаоса сцена. Ее сердце упало, когда она вошла в комнату, там на полу лежал Колин, который невинно забрался на высокий диван и упал. Кэролин быстро прижала его к себе, напевая и извиняясь, но его крики не прекращались. Как мать, она чувствовала, что в его криках было что-то другое, интуиция нашептывала о более глубокой проблеме. Отбросив это как простое беспокойство, она сосредоточилась на том, чтобы утешить Колина, не зная, что падение было гораздо хуже, чем она могла себе представить. Она дала Колину обезболивающие и упорно старалась его успокоить. Несмотря на ее усилия, Колин продолжал плакать. Тогда она поняла, что-то ужасно не так. Присмотревшись внимательнее, она заметила нечто необычное, Колин не мог пошевелить левой рукой и ногой. Когда он пытался их пошевелить или потянуться к ней, левые конечности оставались совершенно неподвижными. Когда она попыталась напоить его, его рот не мог нормально открыться. Ее охватила паника, когда она осознала, что падение нанесло серьезный вред. Кэролин не могла сдержать слезы, но знала, что сейчас не время сидеть и плакать, ей нужно действовать. Подавив панику, она выбежала из дома с ребенком на руках и помчалась в больницу. Там врач тщательно осмотрел Колина, и с каждой минутой Кэролин чувствовала, как ее сердце опускается. Когда наконец был поставлен диагноз, он принес жестокую реальность, некоторые нервы в теле Колина были повреждены позвонками при падении, и теперь он был парализован с левой стороны тела. К сожалению, врачи не смогли сказать, восстановится ли сила и подвижность в этой стороне его тела. Новость обрушилась на Кэролин, как внезапная буря, и слезы навернулись ей на глаза. Невинный и неведающий о серьезности своего состояния Колин смотрел на мать, не подозревая о том, в каком положении он оказался. Кэролин была опустошена, но отказалась поддаваться отчаянию. С новыми силами она приняла роль стойкой матери. Путь к выздоровлению будет тернистым, наполненным сеансами терапии, медицинскими консультациями и эмоциональными потрясениями, но она была уверена, что они смогут пройти его вместе. Несмотря на множество дней изнурительной терапии и лечения, состояние Колина не реагировало на медицинские вмешательства. Он оставался счастливым и милым мальчиком, но все же парализованным. Рутина сеансов терапии, визитов к врачу и безнадежная надежда на улучшение казались бесполезными, а бремя беспомощности тяжело ложилось на плечи Кэролин. Мучительная правда подтачивала ее душу. Она скучала по тем временам, когда полной энергии и радости Колин бежал к ней, чтобы поделиться игрушками в те маленькие моменты, которые делали материнство таким восхитительным. Но теперь казалось, что ее драгоценный мальчик никогда не сможет ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать. Кэролин не могла избавиться от навязчивого чувства вины, что она должна была быть там, чтобы предотвратить несчастный случай. Груз ответственности тяготил ее, и она винила себя за то, что не уберегла Колина в тот роковой день. На работе ее коллега Эстер не могла игнорировать постоянную грусть в настроении подруги. Обеспокоенная, она протянула руку помощи Кэролин, мягко выпытывая у нее, пока та неохотно не открылась и не рассказала о ситуации с Колином и о том эмоциональном бремени, которое это на нее наложило. Пока Кэролин изливала ей душу, Эстер слушала с сочувствием, пока в ее голове не сформировалось возможное решение. Эстер была заядлой любительницей животных и знала, что питомцы могут оказать огромную помощь своим хозяевам, поэтому она предложила идею завести животное для эмоциональной поддержки Колина, конкретно рекомендовав лабрадора. У нее был потрясающий опыт общения с ними, и она знала многих людей, которые тоже имели такой опыт. Кэролин была не привыкла к домашним животным и очень колебалась. Однако Эстер настаивала на потенциальных преимуществах и убедила ее в положительном влиянии, которое животное для эмоциональной поддержки может оказать на выздоровление Колина. Она подчеркнула, как живой питомец может принести радость и товарищество, особенно ребенку, который любит играть и исследовать, но ограничен в движениях. Пока Кэролин размышляла над этой идеей, взвешивая потенциальные преимущества против своих страхов, она вспомнила о своей непоколебимой решимости сделать все возможное для сына. В ней нарастала решимость, и она решила рискнуть. В конце концов, Колин не реагировал положительно на традиционные методы лечения и терапии. Полной решимости исследовать все варианты, Кэролин твердо вознамерилась посетить приют для животных на следующий день, надеясь найти собаку, которая могла бы принести позитивные перемены в жизнь Колина. Без опыта обращения с собаками Кэролин провела ночь, тщательно изучая эту тему. Она углубилась в тонкости ухода за собаками, их диетические потребности и общую информацию об их поведении. Читая трогательные истории от других собаководов, ее опасения начали превращаться в надежду. Свидетельства рисовали картину любящих и заботливых собак, вдохновляя ее полностью принять идею знакомства с собачьим компаньоном для ее больного сына. На следующее утро Кэролин сделала решительный шаг в поисках животного для эмоциональной поддержки Колина. Она позвонила в ближайший приют для животных и выразила желание взять собаку. Она четко дала понять, что ей нужен компаньон для ее больного сына, кто-то, кто мог бы предложить ему необходимую эмоциональную поддержку. Сотрудники центра по уходу за животными позитивно отреагировали, заверив ее, что у них есть различные собаки, доступные для принятия. После просмотра фотографий и видео собак они порекомендовали лабрадора Макса, уверенно заявив, что он станет идеальным компаньоном и эмоциональной поддержкой для Колина. Убежденная Кэролин завершила процесс и с нетерпением ждала прибытия Макса в свой дом. Вскоре лабрадор Макс был доставлен к ее порогу. Когда она в первый раз посмотрела на него, она никак не ожидала почувствовать мгновенную связь с животным. Однако еще больше ее удивила немедленная связь, которая образовалась между Максом и Колином, словно пес почувствовал потребности мальчика, и соответствующий себя повел. Его взгляд неотрывно следил за Колином, устанавливая связь, которая преодолевала границы слов. Наблюдая эту трогательную сцену, Кэролин почувствовала накатившие эмоции. Макс не просто вошел в их дом, он стал новым членом семьи. Вид неизменного внимания лабрадора к ее сыну согрел сердце Кэролин, наполнив ее надеждой и благодарностью. Связь между Максом и Колином, казалось, таила обещание более светлого будущего, эмоциональной поддержки, которая выходила за рамки слов. Когда Макс обосновался в их доме, Кэролин наблюдала глубокое влияние, которое он оказывал на ее сына. Макс стал постоянным присутствием рядом с Колином, обеспечивая утешение и компанию. Мягкий нрав лабрадора и интуитивное понимание потребностей мальчика создавали атмосферу позитива и поддержки. Ласковые жесты Макса, такие как облизывание Колина и пребывание рядом с ним, стали источником радости и утешения как для матери, так и для сына. Макс оказался больше, чем просто питомец, превзойдя ожидания Кэролин своим блестящим поведением. Лабрадор развил невероятную способность чувствовать, когда Колину было некомфортно, Лайм оповещая Кэролин. Его игривый нрав добавлял в дом долю радости, он откликался на хихиканье и проказы Колина веселым Лайм. Жизнь дома стала более расслабленной, и Кэролин начала ценить неожиданную легкость, которую Макс привнес в их повседневные рутины. Любые первоначальные колебания, которые у нее были по поводу собаки в доме, превратились в благодарность за радость и утешение, которые Макс принес в их жизни. По мере того, как шло время, Кэролин начала видеть, что Колин делает успехи в выздоровлении, и было очевидно, что Макс сыграл в этом большую роль. Когда бы они не играли, Макс мягко подталкивал Колина, побуждая его вставать и двигаться по дому. Несмотря на физические ограничения, решимость Колина погладить собаку и поиграть с ней была непоколебима. Постоянное поощрение со стороны Макса мотивировало его выходить за рамки своих возможностей, что привело к прорыву. Однажды, когда они играли вместе, Колин медленно поднял левую руку, чтобы погладить своего четверонового друга. Увидев, как ее сын пошевелил левой рукой, Кэролин переполнилась огромной радостью. Слезы потекли по ее лицу, когда она обняла и поцеловала его, отмечая эту эмоциональную веху, олицетворявшую прогресс и стойкость, подчеркивая могущественную любовь и уникальную связь между мальчиком и его собакой. Но это было не последнее чудо для этой маленькой семьи в последующие дни произошло нечто поистине удивительное. Кэролин не могла поверить в прогресс, которого добивался Колин. Однажды, войдя в их комнату, она увидела сцену, которая ее поразила. Ее сын опирался на Макса, когда они передвигались по комнате. Скорость его выздоровления превзошла все ее ожидания. Колин не только вернул подвижность левой руке, но и частично встал и сумел пошевелить левой ногой. Кэролин была переполнена эмоциями и радостно плакала. По мере того, как проходили дни, прогресс Колина продолжался поразительными темпами. Связь между ним и Максом стала движущей силой для выздоровления. Со временем он полностью восстановил силы, перейдя от частичной подвижности к полному выздоровлению. То отчаянное положение теперь казалось далеким воспоминанием, вытесненным радостной картиной мальчика и его верного собачьего компаньона, играющих и исследующих мир вместе. Ликующая и озадаченная огромной силой связи между человеком и питомцем, Кэролин восхищалась той стойкостью, которую они обрели. Несмотря на провалившиеся программы терапии и медицинские процедуры, нерушимая связь между Колином и Максом стала окончательным лекарством для его выздоровления. Отчаянно желая подтвердить свои надежды, Кэролин отвела сына в больницу на дополнительные обследования. Врачи, пораженные его прогрессом, подтвердили, что Колин теперь полностью восстановился и больше не испытывает частичного паралича. Новость разлетелась по больнице, оставив как медицинских специалистов, так и персонал в изумлении от необъяснимой связи между ребенком и его питомцем. Мощная связь между Максом и Калином стала темой для разговоров. С возродившимися надеждами и мечтами о хорошем будущем для своего сына, Кэролин находила радость в наблюдении за играми Макса и Колина по всему дому сцена, которая еще несколько недель назад казалась немыслимой. Связь между ними крепла с каждым днем, создавая атмосферу счастья и исцеления в их доме. Движимая любопытством об истории Макса, Кэролин решила углубиться в изучение его прошлого. Его хорошо обученные манеры и уникальная способность чувствовать стресс и легко заводить связи удивляли ее. Она и не подозревала, что ее поиски информации приведут к раскрытию удивительной и необычной правды об этом лабрадоре. Вникая в прошлое Макса, Кэролин раскрыла его замечательную историю, которая объясняла его необыкновенную связь с Колином. Макс был не просто обычным питомцем, он был специально обученный собакой-терапевтом, помогавший детям с физическими недостатками. Его уникальный набор навыков, отточенный профессиональной подготовкой, проливал свет на источник его замечательной способности чувствовать стресс Колина и обеспечивать необходимую поддержку для его выздоровления. Пораженная этим откровением, Кэролин поняла, что подготовка Макса как собаки-терапевта была недостающим кусочком головоледки. Его интуитивное понимание потребностей Колина в сочетании с подготовкой сыграли решающую роль в чудесном выздоровлении. Связь между ними выходила за рамки обычного, это было свидетельство глубокого воздействия, которое хорошо обученная собака-терапевт может оказать на жизнь ребенка с физическими проблемами. Кэролин узнала, что Макс стал доступен для усыновления после того, как его прежняя хозяйка, взявшая его, когда родился ее ребенок, трагически погибла в автокатастрофе. Глубоко привязанный к своей прежней хозяйке и ее ребенку, пес горевал об их потере, не в силах сдержать свои эмоции даже на их похоронах. Персонал приюта для животных рассказал Кэролин, что с тех пор Макс постоянно грустил, не проявляя обычного жизнерадостного поведения, присущего другим собакам в питомнике. Обеспокоенные продолжительным пребыванием Макса в приюте, из-за его скорбящей души и меланхоличного настроения, сотрудники испытывали трудности с поиском для него нового дома. Кэролин узнала, что когда она позвонила в приют для животных в поисках компаньона и эмоциональной поддержки для своего больного сына, персонал сразу же признал в Максе идеального кандидата. После потери своей прежней хозяйки и друга примерно того же возраста, что и Колин, они считали, что встреча с ним принесет радость Максу, позволив ему перенести свою любовь к покойному другу на другого мальчика, который в нем нуждался. Узнав о непростом прошлом Макса, Кэролин расплакалась. Осознание того, что он прошел долгий путь, будучи особенной собакой с самого начала, усилило ее признательность к нему. Связь между ними стала еще более ценной, когда она задумалась, как чуть не отказалась от надежды. Кэролин поняла, что связь, формируемая между питомцами и людьми, поистине бесценна и могущественна. По мере того, как шли дни, Колин продолжал процветать, превращаясь в здорового и милого ребенка при постоянной поддержке Макса. Макс стал драгоценным членом семьи, и новости о его трогательной истории распространились по всему городу. Эта история побудила людей с предубеждениями и неправильными взглядами на домашних питомцев пересмотреть свои позиции, признав, что собаки действительно лучшие друзья человека. История Макса и Колина стала свидетельством преобразующей силы любви и товарищества, бросая вызов стереотипам и мотивируя других ценить особые связи, которые могут развиться между людьми и их питомцами. К сожалению, в предоставленном тексте больше нет продолжения для перевода. Перевод заканчивается следующим абзацем. По мере того, как шли дни, Колин продолжал процветать, превращаясь в здорового и милого ребенка при постоянной поддержке Макса. Макс стал драгоценным членом семьи, и новости о его трогательной истории распространились по всему городу. Эта история побудила людей с предубеждениями и неправильными взглядами на домашних питомцев пересмотреть свои позиции, признав, что собаки действительно лучшие друзья человека. История Макса и Колина стала свидетельством преобразующей силы любви и товарищества, бросая вызов стереотипам и мотивируя других ценить особые связи, которые могут развиться между людьми и их питомцами. После этого абзаца текст заканчивается вопросами для читателей о том, испытывали ли они когда-нибудь такую глубокую связь со своим питомцем, и просьбой поделиться своим опытом в комментариях. Предоставленный текст на этом заканчивается, и у меня нет возможности продолжить перевод дальше.